здравствуйте дорогие друзья сегодняшний мой ролик и рассказ пойдет о листовках это птицы из юго-восточной азии встречаются крайне редко в наших коллекциях как в отечественных так и в европейских коллекциях эти птицы довольно таки редки у нас ну что собственно вам рассказать об этих птицах наверное о содержании потому что очень много мифов и вообще очень мало информации в принципе по этим птицам и я не знаю практически людей которые бы на протяжении длительного времени с успехом содержали птиц потому что вот примеру данная особь которую я снимаю у меня только живет 7 год неизвестно сколько она еще в природе прожила до того как попала ко мне птица прекрасно линяет питается поет стать они великолепные пересмешники как таковой своей песни они не имеют но они прекрасно пересмешивающих других птиц он значит что касается питания таня ну вот база конечно же это мучник мелкий потом немножко и зоофобоса даю что время от времени они бывают поедают зоофобос но основная фишка заключается в том что кормить их надо сверчками либо тараканами ну можно саранчой они прекрасно справляются даже с крупными особями расчленяет их отрывает лапки голову и поедают сам клюв у этой птицы как вот многие говорят там загнутые птицы которая питается нектаром да нектар должен присутствовать в их рационе это обязательно но все-таки причина в том что клюв скорее похож не на тех птиц которые питаются нектаром она пищу которая питается мелкими насекомыми паучками там прочими плями ну и всевозможные мелкими муравьями и по моим наблюдениям листовки всегда отдают предпочтение вот таким подобным мелким насекомым и когда я стал в рацион своих листовок вводить мелких насекомых то всякие проблемы с линькой и со здоровьем вообще прекратились вот так вот сейчас видно что она обследует миску со сверчками здесь у меня муравьиное лицо которая также прекрасно поедает вот что касается нектара у меня хороший мед натуральный всегда присутствует значит из фруктов предпочтение почему-то отдает апельсином вот например долька апельсина вот я сегодня ей отрезал воткнул в прутик завтра останется одна корочка то есть она полностью высасывает вот этот апельсиновый сок останется 1 корочка и сухие прожилочки такие потом предпочитает грушу то есть довольно таки много она объедает тоже выпивает сок поэтому тут рядом видите кусочек апельсинки и груши к яблокам так индифферентно бывает иногда погрызет но как-то так неохотно поэтому яблоки я даже не стал и давать вот из фруктов банан тоже и киви здесь у нее купалочка стоит с чистой водичкой почему такой таким образом располагается не миска как вот у других птиц до такого плана потому что эти птицы подобно как и волгам я уже в каком-то своем рассказе рассказывал они купаются вниз головой то бишь когда идет дождь а поскольку они живут во влажных джунглях и постоянный уровень влажности велик то листья на деревьях после там какого-то ливневого дождя или вообще они постоянно сырые и птица когда просто в кроне деревьев падает растопырив свои крылья и таким образом как в бане веником себя хлещет и счищает всяких паразитов поэтому вот такой вот мисочки и вполне достаточно чтобы окунаться и купаться вот из большую миску она попросту не полезет потому что инстинкт как бы ей не позволяет купаться в таких ямкостях вот но здесь у меня также контексантин всегда присутствует для усиления окраски потому что вот она сейчас вот недавно перелиняла и окраска у него еще даже трубочки есть там на голове не доросли сейчас они раскроются она будет такая яркая зеленая а головка будет такая желтоватая очень красивая тасс клетка вертикального плана потому что эти птицы как и пищу я уже говорил они в основном ползают вокруг стволов деревьев то вверх вниз не в пролет не в пролет на их ну как бы не пролетная клетка туда-сюда летает а вот вверх вниз лазит поэтому вот такая конструкция самая подходящая для этих тоже по характеру доброжелательная ну я честно говоря не нарадуюсь вот и запомните что основной секрет у меня нет секретов от того кто ко мне обращается за каким-то там вопросами нет никакого мукавства я все говорю так как делаю сам основной секрет в том что предпочтение отдавайте не мучнику и зоофобусу червям не какой-то там заморозки а вот насекомым старайтесь кузнечики тараканы для того чтобы они не разбегались вы просто берете живого насекомое там сверочка таракана просто его придавливаете это они начат придавлены иначе они конечно разбегутся прекрасно спускается берет а еще кстати видно вот мисочка у меня я припудриваю кальцием для рептилий присыпаю таким порошочком не тем самым витаминизирую такие вот красавцы так что успехом вам успехов вам содержание птиц обращайтесь всегда рад помочь